Всем привет! На нашей планете есть клочок земли, определяющий себя как Китай, но не хочет вступить в состав самого Китая, хоть и последний заявляет свои права на эту территорию. Тайвань! И сегодня мы разберемся, почему Китай не присоединил Тайвань. Поехали! Как исторический факт было принято то, что существует континентальный Китай, независимые регионы Гонконг и Макао и непосредственно сам остров Тайвань, на который КНР выдвигает претензии, хотя Тайвань фактически является независимым государством. Разногласия между Китайской Народной Республикой и Тайванем не разу вливались в несколько кризисов, именуемые кризисами Тайваньского пролива. Они заключались в споре о принадлежности определенных островов в проливе, которые приводили к вооруженным конфликтам. После победы в гражданской войне коммунистов при поддержке СССР, на остров отступило Гоминдановское правительство Китайской Республики под руководством Чан Кайши. Западный мир был нейтрален к этому, однако когда Китай вступил в Корейскую войну за КНДР, начал интенсивно поддерживаться Тайвань. Ответные действия США привели к невозможности для КНР захватить Тайвань. КНР рассматривает Тайвань и прилегающие острова как часть единого и неделимого китайского государства. Руководство Тайваня также претендует на суверенитет над всей территорией Китая, хотя в последнее время тайванцы выступают за то, чтобы объявить Тайвань отдельным государством. Более того, Тайвань был официальным представителем Китая в ООН до 1971 года. В конце 70-х, во время обострения отношений США и СССР, Пекин установил дипломатические отношения с США, тем самым снизив приоритет Тайваня в китайской политике Америки. В 1992 году, наладив отношения с США и встав на путь рыночных реформ, Китай начал с Тайванем переговоры о мирном воссоединении, но 11 июля 1999 года они были прерваны, после того, как тайванский президент Ли Дэн Хуэй объявил, что КНР и Тайвань – это две страны по обе стороны Тайваньского пролива. С началом 21 века президентом Тайваня стал Чэньшуй Бянь, предложивший провести референдум о независимости острова. Китайское руководство, опасаясь этого, стало все более настойчиво призывать к скорейшему решению тайваньской проблемы, так как это могло привести к санкциям на КНР, если бы тайванцы определили себя независимыми, а Китай продолжил бы давление на Тайвань. Все китайское собрание народных представителей в СНП одобрило закон о противодействии расколу страны, предусматривается право КНР применить немирные или же другие необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае попытки подрывных элементов, выступающих за независимость Тайваня. То есть, под любым предлогом за якобы отделение острова от родины, Китай мог расценивать это как подрыв национальной безопасности и начать военные действия с Тайванем. Удобная тактика, скажу я вам. Премьер-министр Китая призвал США и Японию не вмешиваться в тайваньский конфликт, поскольку это, по его словам, внутреннее дело Китая, и спустя некоторое время был принят оборонный бюджет, который был увеличен на 12%. Считается, что именно эти проценты предусматривались как военные действия с Тайванем. Так почему Китай не захватил Тайвань? КНР может спокойно начать операцию по присоединению Тайваня, однако это сдерживается силой международного сообщества, и я считаю, что Китай действует достаточно целесообразно в данном вопросе, постепенно пытаясь подчинить Тайвань. Но я не поддерживаю само мнение Китая, что Тайвань должен быть в составе КНР, ну а в принципе, это дело самого Китая и Тайваня, поэтому... Ну а на этом все, пишите, какая страна лучше, Китай или Тайвань, также ищите пасхалку в видео и комментарий с объяснением и тайм-кодом я закреплю, также, пожалуйста, не забудьте тыкнуть лайк, спасибо, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok